Работать с дешевым или премиум продуктом. Приветствую, друзья! На связи с вами Ольга Барабанова. И в этом видео я с огромным удовольствием хочу ответить на вопрос, с каким продуктом лучше работать в сетевом, исходя из моего опыта, понимания. Я надеюсь, каждому из вас это видео поможет сделать осознанный, обоснованный выбор. Потому что, когда мы принимаем решение о развитии бизнеса, очень правильно, целесообразно обращать внимание на стоимость продукта, с которым вы планируете работать. Итак, на мой взгляд, топ причин, топ ответов. В общем, номер один вопрос, это каким продуктом вы лично хотели бы пользоваться. Не ответ на вопрос, какой продукт я могу себе позволить. Потому что мы приходим зачастую в сетевой бизнес и вообще мы начинаем бизнес, мы начинаем какую-то деятельность, бизнес-деятельность, кто-то устраивается на работу для того, чтобы улучшить качество своей жизни. Когда у тебя вообще нет денег, ты идешь устраиваешься на работу или ты идешь начинаешь бизнес, мой выбор, это когда у тебя вообще нет денег, это прямой путь тебе в сетевой бизнес. Так сделала я и 10 лет назад, и когда у меня в ближайшее время, не так давно, у меня также возникала мысль, а может есть еще что-то лучшее. Я попробовала себя в другом направлении, поняла, что сетевой бизнес – это лучшая возможность, когда у тебя все плохо с деньгами, когда ты просто желаешь себе всего наилучшего и находишься в глубокой яме, то лучший выбор – это сетевой. Но это видео не об этом. Соответственно, когда ты выбираешь себе бизнес, которым планируешь заниматься, ты обращаешь внимание на продукт, потому что суть сетевого бизнеса – это создание товаропроводящей сети. Через эту товаропроводящую сеть продвигается определенный продукт. И суть бизнеса сетевого заключается в том, что это не просто продажа через какую-то витрину, через рекламу, через какой-то магазин, куда человек пришел и просто купил продукт. Хотя, вот подумайте, когда вы приходите в магазин, консультируетесь ли вы у консультанта? Или, самый простой пример, вы приходите в продуктовый магазин и спрашиваете, а вот этот продукт свежий, а вот этот, какой у него там вкус? А соленый или горький? А более кислый или сладкий? И если вам продавец говорит, я этот продукт вообще не ем, насколько вероятность того, что вы приобретете продукт у этого продавца? Лично я от таких прилавков сразу отхожу. Я не знаю, как поступаете вы, возможно, тоже так же. Но мне комфортнее приобретать продукт, когда мне продавец говорит, «Я вот этот продукт вчера как раз вечером себе купил, съел и вот такой-то результат получил». Теперь посмотрим на сетевой бизнес. Приходит человек или вы обращаетесь к человеку с предложением приобрести ваш продукт. И человек говорит, а какое твое впечатление? А ты пользуешься этим продуктом? И вы ему говорите, нет, ты знаешь, я этим продуктом не пользуюсь по какой-то причине. И как воспринимает человек вас? Естественно, он, ну, я бы поступила, пошла, нашла себе консультанта, который пользуется тем продуктом, который он рекомендует мне. И таким образом мы приближаемся к ответу на следующий вопрос. А каким продуктом хотите пользоваться вы? Вы хотите пользоваться продуктом дешевым или вы хотите пользоваться продуктом премиум-класса? Вот этот вопрос позволил мне принять решение, когда я выбирала для себя бизнес. Мы пересмотрели более полутысячи компаний с мужем. Изо дня в день мы перебирали и цифровые продукты, и физические, какие-то инвестиционные. Но не будем углубляться сейчас в эту тему. Но когда мы рассмотрели, начали рассматривать продукты, то мой ответ, а я в этот момент уже знала, что я жду ребенка. И я поняла, что я хочу, чтобы мой ребенок, уже находясь у меня внутри, он получал лучшее. Я поняла, что я хочу для себя, для своей семьи, для своего ребенка лучшего. Я не хочу довольствоваться тем, что я могу себе позволить на сегодняшний момент. Вот единственный вопрос, который мне помог принять решение. Для себя я хочу пользоваться лучшим. Для своей семьи я хочу пользоваться лучшим. Какой у вас ответ на этот вопрос? Если вы в данный момент не можете себе это позволить, это не повод. Это не повод, что с этим соглашаться. Единственное, что имеет значение, это ваше желание. Все остальное это отговорки. Это временно. Если вы начинаете сетевой бизнес, вы его и начинаете для того, чтобы со временем позволить себе жить лучшим стилем жизни. Для того, чтобы позволить себе лучшие продукты. Поэтому, то причина, почему я выбираю пользоваться дешевым, вернее продвигать дешевый или премиум продукт, это мое желание самой пользоваться лучшим. Соответственно, я выбираю работать с премиум продуктом. И когда вы начинаете этот бизнес, соответственно, вы начинаете зарабатывать и вы уже можете себе позволить этот продукт. И это топ причина. Есть еще вторая. Это сколько вы хотите зарабатывать. Потому что вы начинаете, когда вы начинаете бизнес, это бизнес. И, соответственно, нужно предусмотреть, сколько вы будете зарабатывать за продвижение данного продукта. Если вы продвигаете продукт, который стоит 10 долларов, например, грубо говоря. И с продажи этого продукта вы зарабатываете 20%. То 10 долларов, 20% это 2 доллара. Соответственно, вы совершили 10 продаж, вы заработали 20 долларов. Если вы продвигаете продукт, стоимость которого 100 долларов. У вас кто-то купил один продукт за 100 долларов, вы заработали 20 долларов. 10 продаж, 200 долларов. Соответственно, объем работы тот же самый, а выхлоп намного выше. Соответственно, когда у вас строится организация, у нее растет товарооборот. Чем выше стоимость продукта, тем, соответственно, больше вы зарабатываете. Ну, и получаете те результаты, за которыми вы пришли в бизнес. Вот так все просто. Не нужно думать, что у кого-то нет денег. Не нужно думать, что кто-то не может себе позволить. Посмотрите на улицу. На улице огромное количество людей ездят на дорогих автомобилях. И, кстати, почему? На каком автомобиле хотели бы ездить вы? На каких автомобилях ездят люди вокруг? Когда человек приходит за покупками в продуктовый магазин. Да, кто-то привык довольствоваться малым. Но в основном люди берут себе свежие, качественные продукты. Поэтому внутри у человека заложено пользоваться лучшим. И не нужно принимать решения, фантазировать, кто может себе, что позволить, кто не может. Всегда есть целевая аудитория и на дешевый продукт, и на премиум продукт. Это не хорошо и не плохо. Единственный вопрос, это каким продуктом хотите пользоваться вы? Какой продукт вы искренне хотите рекомендовать своим друзьям и близким? Какой продукт вы искренне можете рекомендовать любому человеку? Я вам искренне желаю позволять себе мечтать, позволять себе хотеть большего. Потому что то, чего вы хотите, во что вы верите, то и становится реальностью вашей жизни. Спасибо большое за внимание. На связи с вами была Ольга Барбанова. До встречи в следующем полезном видео. До встречи в следующем видео.